Четыре раза будет увеличено число бригад, выполняющих ямочный ремонт дорог. Такое поручение сегодня дал глава Вологда Евгений Шулепов. Также будут ускорены и темпы работ, чтобы как можно быстрее залатать выбоины, появившиеся после зимы. Подробнее в материале Марии Суворовой. Гагарина-Засимовское окружное шоссе. На этих улицах уже проведен ямочный ремонт. Сейчас дорожники восстанавливают полотно на Кирово и Можайского. В ближайшее время возьмутся и за другие магистрали областной столицы, а также мосты. Интенсивная работа требует и дороги, где после зимы появилось немало трещин. Ям, конечно, много. Видел, что работы ведутся. Кое-что заделано брусчаткой. Хорошо, что что-то делается. Именно брусчатка – тот вариант, который возможен при неустойчивой весенней погоде. С начала года таким способом восстановлено 2500 квадратных метров дорожного полотна. В первую очередь заплаты накладывают там, где разрушение асфальта наиболее сильное и мешает движению. Под особым контролем магистральные улицы, где идет большой поток транспорта. Работы идут ежедневно под пристальным контролем городских властей и лично главы Вологды Евгения Шулепова. Причем сейчас они будут ускорены. Глава города собрал специальное совещание по этому поводу. Даны были исчерпывающие поручения для того, чтобы это привести в порядок. То есть, начиная с понедельника или даже с выходных будет больше работать людей. Будет в четыре раза больше бригад на территории города Вологды. Заниматься ямочным ремонтом. Будет выполняться не менее 300 метров квадратных в сутки по данной задаче. Всего в течение сезона предстоит отремонтировать 57 тысяч квадратных метров дорог. На это из городского бюджета выделено 60 миллионов рублей. Как только позволит погода, дорожное покрытие начнут восстанавливать асфальтом. Согласно нормативной документации, укладка асфальтобетонного покрытия в весенний период разрешается при температуре от плюс 10 градусов. На высушенное, подготовленное и пролито витомом покрытие. Такие температуры возможны в конце марта, поэтому асфальтовые заводы начнут работу уже на следующей неделе. Об этом с предприятиями договорились городские власти. Напомним, обычно это происходит не раньше начала мая, но в этом году весна внесла свои коррективы. Кроме того, параллельно с ямочным ремонтом коммунальщики занимаются очисткой дорог, в частности ливневых канализаций. Там, где засоры не устранены, образуется подтопление, бригады готовы выехать и оперативно все исправить. Для этого на горводоканале будет запущена горячая линия. Специалисты примут заявки в Алакжан на очистку ливневки по телефонам аварийной диспетчерской службы 75 72 15 и 75 33 49. Мария Суворова, Михаил Прищев, Вологда.Портал.